В следующем году исполнится 50 лет со дня завершения строительства Байкала-Амурской магистрали, одной из самых больших в мире. Во многих регионах России к юбилею пройдут праздничные мероприятия. В стране чествуют и вспоминают героев стройки, количество которых исчисляется тысячами. Свою лепту внесли и жители Кубани. Галина Федоровна Соленко на Кубани живет с 1991 года, а переехала на юг она из Иркутской области. Более 20 лет ее жизни были связаны с крупнейшим в советские годы предприятием «Ангарстрой», которое занималось строительством дорог в Сибири, а впоследствии участвовало в строительстве Байкала-Амурской магистрали. «Ангарстрой строил дороги Тайшет-Лена, Тайшет-Абакан, Хребтовый Устелим и потом западный участок Бамы. Я работала в отделе начальника отдела, отдел по труду и заработной плате. У нас была большая карта, приходит начальник производственного отдела Кокарев Владимир Петрович, он тут на фотографии есть, и говорит, будет строиться железная дорога, Байкала-Амурская магистраль будет называться БАМ, к нам придет новая техника, магирусы». Условия, в которых строилась Байкала-Амурская магистраль, были очень непростые. Сложный рельеф, непроходимая тайга, климат с коротким летом и очень холодными морозными зимами, вечная мерзлота. С энтузиазмом и с великим упорством работники дорожных предприятий, комсомольцы со всего Советского Союза, пять за пятью приручали эту суровую землю, чтобы построить самую большую в мире железную дорогу. «Копали типа землянки, там тепло, и печки отапливали, отапливали печками, в Балках жили, Балки называются, по-моему, все знают, что это такое. Вот в том дороге, там грунт такой, что выступает и затягивает, налетий, налетий. Сама видела магирус, он немножко тормознулся что-то там, пока он съездил за запчастью, приехал, его уже начало втягивать. И вот колеса чуть-чуть втянуло, уже все, не трогают, потому что бесполезно. Вода наступает, сразу схватывается мороз, мороз 30 и выше градусов. Такие, видела, остатки торчит только кончик трактора. Если налетий схватило и налетий уже начало, уже бесполезно вытаскивать. Потому что, если будут такие усилия, ты подойдешь, начнешь тянуть и сам провалишься. Не знаешь же, где. Впоследствии палаточные городки, где жили первые бамовцы, переросли в поселки городского типа и города. Со своей инфраструктурой и железнодорожными станциями. Звезды, Ния, Магистральный, Улькан, Кунирма и многие-многие другие. До строительства Бама здесь было в основном воздушное сообщение. Спуском первых поездов открылись новые возможности для развития этой территории. Кстати, когда дорогу пустили, открыли дорогу, помню, заходят в отдел, поедете в командировку, в тынде на поезде. Мы всегда самолетами летали, в тынде глав был. Министерство в Москве, глав в тынде. И вот мы летали самолетом. Самолет привезет, ждет нас, потом увозит. Вот такие, думаю, поездом. А потом было это так, все мы поняли, как это здорово. Мы проехали по этой дороге, мы все посмотрели. Помню, Иртыш, действительно, угрюм река, как черная такая вода. Вот, кажется, даже густая. Годы работы на предприятии «Ангарстрой», свое участие в строительстве Бама Галина Соленко вспоминает с особым чувством теплоты и благодарности. Прежде всего, к людям, с которыми свела судьба и работа. Все они были настоящими профессионалами, сильными, упорными, с характером. Каждый навсегда останется в ее сердце, как и самая великая стройка нашей страны – Байкало-Амурская магистраль. Есть, что вспомнить, есть, чем гордиться. И радость, что ты сопричастен, ты что-то все-таки тоже вносишь. Это хорошее чувство. 4287 километров составляет общая длина Байкало-Амурской магистрали. 4242 моста и других водопропускных сооружений было построено на Баме для преодоления различных естественных преград. Основано 63 новых населенных пункта, из которых три – это новые города – Севербайкальск, Тында и Февральск. Стройка велась 10 лет, и в ней приняло участие около 1 миллиона человек. Когда слушаешь рассказы бамовцев, понимаешь, что и невозможное – возможно, когда поставлена цель и есть желание ее достичь. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».